ВЫБОР ВЕРНОГО ДРУГА И ПОМОШНИКА И СЧИСЛА БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ Такова тема очередной программы «Акцент». У нас в студии владелица собак породы самоед Елена Каратун. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Вот у нас в студии сейчас представители, не знаю, крайнего севера, по крайней мере, по белому окрасу, я бы предположил, что именно так. А откуда произошла вообще порода собак-самоедов? Вы совершенно правильно сказали. Собаки приехали в европейскую часть с севера. Происходят они из... И, собственно, название их пошло от названия племен самоедов, современное название их ненцы. И расшифровывается оно совсем не, как многие думают, сам себя ест. И племя это точно так расшифровывается, его название. А от названия, состоящего из двух слов, сам еди, то есть земля саамов. Так назывались племена северных народов, которые там проживали. В конце XIX века английский биолог Скотт был в экспедиции и увидел вот таких вот собак у племен самоедов и вывез из Астрахани одного кобеля, которого звали, кстати, Собака, так кличка его и осталась. Затем он вывозил еще и девочек, и мальчиков, собак. И, собственно, началась племенная работа. И в Англии впервые порода была зарегистрирована в 1909 году. То есть вот такой парадокс, казалось бы, на территории России предки, а порода сама зарегистрирована в Британии. И что интересно, в России после событий 1917 года эта порода фактически была уничтожена, можно сказать, и основное разведение пошло вот как раз из британского питомника. Как давно эта порода вернулась обратно на территорию России? Ну, насколько я могу судить из сведений по интернету, первое потомство в России было получено в начале 90-х годов. А вы как давно начали увлекаться ими? — Собака попала к нам, собственно, можно сказать, почти случайно. Я вообще с детства боюсь собак. Так получилось. И когда мы переехали в частный дом, возник вопрос о том, что собаку все-таки желательно завести. Двор, сад, дом. Какая-то собака нужна. И когда возник вопрос о пороге, которую нужно заводить, вот так получилось, что у наших товарищей они привезли самоеда. Вначале любилась просто внешний вид такой собаки. И потом, прочитав о ее характере, о каких-то особенностях этой породы, купили именно эту собаку. — Кстати, что касается характера, вот насколько они дружелюбны, насколько вообще позитивная собака? — Вот в том-то и дело, что собака на 200% позитивная, дружелюбная. Это собака, собственно, и по породе, по своим качествам идет, как собака-компаньон. То есть она верный друг человека, и она живет, собственно, с человеком. Опять-таки, истоки в ее происхождении. Так как на севере они в окружении были только люди и хозяева, которые окружали, не было небольших городов, небольших поселений, она привязана очень к хозяину, то, что называется, смотрит в рот хозяину, совершенно не агрессивна, очень хорошо ладит с домашними животными. Вот с нами живет кот, они вместе и спят, и играют, и с другими собаками в хороших отношениях. На агрессию может ответить, если другая собака проявляет к ней какие-то такие враждебные эмоции. А в целом и очень-очень любят детей. Будет защищать ребенка и вокруг него... То есть это, можно сказать, собака-нянька еще какой-то... Собака-нянька, однозначно собака-нянька. Просто буквально перед эфиром мы были свидетелем того, как они просто вызвали бурю эмоций у наших девушек, женщин телеканала из ИКС. Насколько они вообще, не знаю, вот вызывают удивление, возможно, какие-то эмоции у людей просто, которые их видят впервые. Насколько они позитивны именно? Позитивны? Мы идем на прогулки, не бывает такого, чтобы мы прошли, и никто не обратил внимания на собаку. Ну, в первую очередь, конечно, дети, которые кричат «Умка», «Белый мишка», «Белый цвет». Белый видят собаку. Мама, это белый волк, полярный волк. Обзывали нас хаски-альбиносом, вот, по-всякому. Но, во всяком случае, все, конечно, просят погладить, потому что шерсть у собаки очень пушистая, мягкая, и ее просто хочется потрогать. Собака всегда белая. Кстати, шерсть у нее имеет свойство самоочищения, и ее достаточно, если она испачкалась, просто вычесать. Шерсть должна высохнуть, ее вычесать, и тогда она приобретает свой такой же белый цвет. Купать эту собаку часто нельзя. Что касается ухода, то есть купать часто нельзя? Шерсть? Купать ее не надо. Шерсть, достаточно ее вычесывать два раза в неделю, чтобы не было колтунов, чтобы шерсть прочесывалась. И во время вычесывания удаляются какие-то загрязнения, которые имеются на шерсти, соринки или пушинки, и собака не теряет шерсть в доме. Значит, девочки линяют два раза в году, а мальчики линяют всего один раз в год. Линька длится около недели-десяти дней. Всего-то на всего. И самое главное, собаку хорошо вычесать, можно в это время ее искупать, хорошо вычесать, вы получите огромный пакет белоснежной шерсти, которую можно использовать дальше для, в том числе, поясов от радикулита, для вязания носков, там, свитеров, потому что шерсть имеет очень хорошее качество. И подшерсток у нее, сверху шерсть остистая, жесткая, а подшерсток очень мягкий и очень хорошо получается пряжа из него. Что касается питания, есть ли какой-то определенный рацион? Или они едят все? Нет, собаки едят все и едят очень даже немного. Собака, в принципе, ведь небольшая. По стандарту в холке девочки 53 плюс-минус 3 сантиметра, а мальчики 57 плюс-минус 3, где-то около 60 сантиметров в холке. А весом они от 25 до 30 килограмм. Просто когда на ней много шерсти, кажется, что она вот такая большая. Но собака очень сильная и энергичная, и вот опять-таки возникает такое. А едят они совсем немного каша, мясо, рыба, овощи. То есть, по сути, все. По сути, все, да, как обычное питание. Собаки и порции совсем небольшие. Параза в день она у нас питается. Очень любит фрукты. Апельсины, виноград, яблоки, груши, курму, манго. Очень мы уважаем. Вот такая девочка у нас сиядная. Что касается помещения, собака подвижная. Насколько реально ее содержать, допустим, в квартире? Или лучше все-таки, чтобы был частный дом с хорошим двором, где она могла бы просто разгуляться? И опять же, выгуливать. Насколько часто надо? Эта собака живет не в помещении, а живет со своим хозяином. То есть, неважно, в каком помещении она будет находиться. Главное, чтобы хозяин с ней занимался, играл, выгуливал, нагружал ее физически. То есть, если она будет у вас просто лежать во дворе, несмотря что большое пространство, и вы не будете ею заниматься, то она не будет комфортно себя чувствовать. И опять-таки, если она будет жить в квартире, она не будет бегать там под ногами и приставать. Она будет просто ждать, когда хозяин обратит на нее внимание. Это собака, которая живет с человеком. Именно вот компаньон, в полном смысле слова. И в этом отношении ей, конечно, нужно внимание. Если собака долго находится в одиночестве, это вплоть до психических расстройств может привести. Она плохо себя чувствует, она грустит, у нее опускается хвост. И могут даже в характере произойти изменения. В начале программы мы упомянули о том, что они идеально ладят с детьми. Насколько они игривы, насколько они контактны с детьми? Игривые, контактные. Единственное, вот у моей собаки такая манера. Она может забрать игрушку, которая ей понравилась. Потому что игрушки мы тоже очень любим. Но потом она принесет, отдаст и будет пытаться привлечь к игре всех окружающих, чтобы у нее забирали эту игрушку, чтобы ей кидали эту игрушку. То есть собака очень игривая, очень активная. И, конечно, кто захочет завести себе такую собаку, желательно, чтобы это была или семья с детьми, которые будут ею и заниматься, играть, она будет бегать. Уделять внимание, можно сказать. Им нужно уделять внимание, да. Или люди, которые ведут активный образ жизни, выезжают на природу. Мы очень любим купаться. И в море купались 30 декабря в Омеге, и увидели птичек, и в море прямо шерсть, когда она полностью покрыта шерстяным покровом, у нее шерсть под шерсток не промокает. Поэтому только верхняя шерсть мокрая, а внизу она остается сухой. То есть собака все равно... И собака отряхнулась, и... В любое время она хорошо себя чувствует. Насколько они поддаются дрессировке? Собаки... Вообще считается, что самоеды – это собаки, которые относятся к тем, у которых интеллект довольно серьезно развит, то есть к умным породам. Это умная порода. И дрессируется хорошо. Единственное, с дисциплиной у нас не очень. И характер такой, что мы все-таки иногда пытаемся настоять на своем и сделать так, как она хочет. Дрессируется лучше собака в игре, через игровые моменты, через поощрение естества, никаким наказанием. Конечно, строгой она никогда не будет. Мы прошли курс дрессировки собака в городе. То есть, когда она идет по улице, она идет рядом, она знает, что такое машина, она не обращает внимания на голубей или кошек, не кидается на людей и на других собак. То есть, вполне нормально. То есть, ведет себя, как сказали бы, в обществе прилично. Ведет себя в обществе прилично. И хочу сказать, что таким собакам советуют пройти курс дрессировки на исполнение трюков. Так как она очень сообразительная и игривая, это очень подходит к этой породе. Сами пытались? Да. В самом начале, вхождение между ног, но потом у нас хватает трюков. Насколько быстро растут? Вот малыши, у нас сколько им возраст? Какой возраст? Малыши родились в ночь на Рождество, вот 7 апреля. То есть, им всего 3 месяца? Да, 7 апреля им исполнится 3 месяца. При этом они такие уже большие. Ну вот лапы у них уже широкий, такой костяк довольно-таки мощный. Весят они около 10 килограмм. То есть, достаточно быстро они уже достигнут своего роста взрослой собаки. Что касается применения собак, в каких сферах жизни их применять пытаются? Есть вот служебные, есть поисковые собаки, есть охотничьи? Или здесь всего понемногу? Нет, нет. В служебном плане это хороший звоночек. Она всегда известит, если за забором, где-то рядом остановилась машина около нашего дома, или кто-то прошел, или посторонний какой-то шум. Но она погавкает и прибежит, обязательно сообщит хозяину, потрогает лапой и позовет, покажет, что там не так, надо пойти посмотреть, что-то там не устраивает собаку. Но, естественно, что так как она не агрессивна, вряд ли она защитит от воров. Единственное, что если есть прямая угроза хозяину, тогда, конечно, она станет на защиту хозяина. И вообще она смотрит вот именно на хозяина. Как ведет себя по отношению к людям хозяин, точно так же ведет она. Если мы встречаем гостей с улыбкой радушно, а если она то же самое будет прыгать и целоваться. А если это пришел человек по какому-то делу, и мы разговариваем довольно спокойно, сдержанно, она отойдет в сторону и примет. То есть, как говорится, интеллект все-таки говорит о себе. Конечно. Существует мнение, что самоеды обладают неким шестым чувством. По крайней мере, вот несколько легенд говорят о том, что они даже могут определять, где полынь я, где что, и предупреждать хозяев. То есть, вот раньше именно так использовались, как, я так понимаю, все-таки собаки сопровождения людей в походах, в охоте, возможно. Ну, изначально это были собаки-пастухи-олени в первую очередь. В самых северных районах они использовались как ездовые собаки. И до сих пор, и в интернете можно найти много фотографий. Ее можно... Жаль, что у нас не бывает такого количества снега, чтобы запрячь ее в упряжку. То есть, как ездовая собака, она вполне может использоваться. И сил у нее, и желание для этого поддается. Она может возить и детей, и какую-то поклажу. И собака обладает хорошим чутьем. Ежиков мы находим на большом расстоянии. То есть, каких-то крысок. То есть, она всегда вот найдет и подчетит. То есть, как охотничья собака, очевидно, может использоваться. Но сейчас в городских условиях, в основном, все-таки, как собака-друг, собака-компаньон. Он вот верный такой, любящий очень. Насколько дорогое это удовольствие? В содержании не так дорого. А вот из-за того, что щенки все-таки порода редкая, так складывается, что... Привязательно. Вот сколько будет стоить щенок? Дешевая цена. Если человек решится покупать? Ну, вот щенков шоу-класса первых, которые были в помете. В помете было всего шесть щенков, мы продавали по 30 тысяч рублей. Ну, в принципе, это нормальный день. Ну, это средняя цена. Собаки с хорошей родословной. У нас папа с хорошей родословной. Там присутствуют крови аляскинских собак. Он выглядит немножечко по-другому. Мы полностью соответствуем пародии. Есть все документы, сделаны прививки и все соответствующие мероприятия. Так что готовы участвовать в выставках. Мы состоим в кинологическом клубе «Фортуна» Кинологического союза России. Вот выставки он будет проводить в последнюю субботу-воскресенье июня. Это «Жемчужина Балаклавы» и «Кубок Севастополя». Два дня подряд проходят две выставки. Приглашаем всех прийти. Может быть, там будут участвовать и наши щенки тоже. Спасибо большое за приглашение. Постараемся тоже быть там. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, вы смотрели программу «Акцент» эфир же информационного канала «Севастополь», а продолжается. Заботьтесь о тех, кто рядом с вами. И любите собак.